В нескольких своих последних видео я вас дразнила обновками одежды и буквально под каждым этим видео вы требовали сдать все пароли, явки и ссылки, где это можно заказать потому что вам, судя по всему, эти обновки очень понравились и я держала это в некой тайне и всем отвечала, что скоро, в общем-то, выйдет видео с обновками одежды и вот этот день наконец-то настал сегодня мы с вами будем смотреть на обновки гардероба это все заказ с одного единственного китайского сайта и, кстати, на удивление, этот сайт это просто какая-то находка потому что я еще не сталкивалась с таким качеством с китайских сайтов в хорошем смысле этого слова все вещи, которые пришли, ну, меня действительно поразили потому что обычно с китайских сайтов приходят и что-то с ними не то они какие-то вонючие, они какие-то криво сшитые, плохо сидят там их надо как-то, я не знаю, стирать, вытягивать, там, я не знаю, нитки обрезать здесь же, в принципе, цены достаточно адекватные были ни одна из этих вещей не выглядит как откровенная китайщина, которая стоит 3 копейки и меня это, конечно, очень сильно в этом плане поразило и давайте, наверное, приступать все это будет с примеркой на мне но перед тем, как мы с вами начнем хочу вам сообщить, что в этом видео, как и во всех видео в декабре будет проходить конкурс и в этом видео я хочу разыграть 3 вещи первая это будет HD пудра прозрачная от NYX дальше это будет база под тени тоже от NYX телесного оттенка и третья вещь это будет помада от MAC в оттенке Half & Half это мюдовый такой вот красивый оттенок поэтому, если вы хотите принять участие в этом конкурсе обязательно подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии в описании под видео все будет расписано до какого числа будет проходить этот конкурс поэтому обязательно с описанием ознакомьтесь и на этом у меня все поэтому давайте приступать уже к видео ну и первое, с чего я хочу начать это то, что сейчас на мне в принципе, так не особо понятно, что это такое но если показать вам рукава то вам эта кофта наверняка сразу покажется более интересной мне как раз таки вот этой вот деталью эта кофточка больше всего понравилась потому что я люблю вот такое вот нежное что-то более женственное сам материал этого свитерка довольно тонкий довольно прозрачный такой нежный в плюс в сочетании с этим кружевом выглядит очень нежно поэтому я под него вот такой вот брелец с кружевом пододела и мне кажется, что в целом это получается очень даже симпатично очень женственно, очень нежно и этот свитерок один из моих фаворитов и кстати, я вам, наверное, буду показывать свой заказ от того, что мне прям вообще очень-очень сильно понравилось и что я на 100% рекомендую и в самом конце я покажу ну не то чтобы мои разочарования но вещи, которые, ну скажем так такие более обычные, наверное, вещи которые можно и на других китайских сайтах встретить которые не отличаются каким-то изумительным качеством и чем-то таким неординарным следующее, что я взяла это была вот такая вот толстовка вам просто не передать, насколько она мягкая вот я не знаю это просто что-то невероятное такое впечатление, что это просто вата какая-то и это настолько мягчающий материал мне почему-то кажется, что это натуральный какой-то материал типа хлопка потому что ну очень-очень мягенький и вообще нет ощущения, что это синтетика мне очень понравилась эта толстовка во-первых, вот этой вот шнуровкой спереди ее можно как совсем зашнуровать прям туго и ворот будет прям вот так вот стоять либо сделать как-то более расслабленно, фривольно и тоже это выглядит очень красиво и в ней так удобно ну вы просто себе не представляете я когда ее надеваю такое впечатление, знаете, что я как в зоне комфорта то есть мне так тепло, уютно и классно еще одна толстовка с этого сайта выглядит вот так вот тоже потрясающее просто качество я вообще не ожидала, что такое качество придет с китайского сайта это совсем не такой тонкий какой-то хлипкий материал это действительно плотный вот такой вот опять-таки по ощущениям хлопок и очень гладенький, очень мягенький очень такой вот ватный прям он и капюшон здесь из двойного слоя ткани то есть он такой совсем плотный вся эта толстовка она из одинакного слоя но все равно она очень плотная и вот для такой погоды как сейчас я не знаю где-то в районе там нуля может быть чуть-чуть больше это просто супер теплая вещь еще один свитерок, который тоже всех впечатлил и все тоже спрашивали где я это взяла он был надет на мне в видео с идеями подарков кстати если вы до сих пор это видео не видели обязательно его посмотрите там я считаю очень классные идеи подарков не какие-то банальные, а именно очень классные этот свитерок это просто сплошные дырки но в то же время в этом сезоне эта дырявая мода очень актуальная все у нас в дырках, все у нас драное и такое бомжатское скажем так теперь идем короче сзади он немножко имеет такой шлифт то есть асимметричный у него такой крой я с этого сайта заказала еще пару свитерков в том числе и вот такой вот на сайте кстати было указано что здесь в составе есть шерсть и мне кажется что не соврали они потому что по ощущениям ощущается какая-то синтетика и шерсть в том числе то есть вот такой вот как мохнатая колючая такое ощущение шерсти тоже присутствует но в то же время свитер этот на теле ощущается нормально он не колет от него ничего не чешется и чем он меня больше всего привлек это как раз таки вот этой горловиной потому что она широкая это нестандартная узкая горловина что сделало бы этот свитер более таким вот банальным классическим здесь опущен рукав то есть опущено плечо рукав начинается ниже чем плечо и в то же время вот эта широкая горловина мне кажется делает этот свитер очень стильным очень интересным и в то же время цвет у него посмотрите какой классный вот он вроде бы как и ярко-зеленый но в то же время он недостаточно яркий для того чтобы выглядеть дешево и опять-таки с этим свитерком можно разные образы создать то есть можно например просто одеть какие-то джинсы и вот этот свитерок и будет вполне симпатично или же сделать какой-то более такой вот стильный образ например какие-то длинные широкие штаны который имеет такой вот тоже длинный прямой силуэт что-то на каблуках и бац у вас уже как бы очень стильный образ готов еще один свитерок который мне понравился уже более спокойного цвета это такой вот как хаки какой-то темный горчичный оттенок тоже обожаю я вот такого цвета вещи я постоянно ношу такого цвета вещи и опять-таки меня этот свитер привлек тем что он во-первых такой вот как массивный объемный он выглядит объемно у него опять-таки рукава спущены то есть линия рукава начинается ниже чем плечо и в то же время здесь горло тоже интересно это такая как стойка то есть не широко оно достаточно узкое но в то же время вот эта поднятая стойка выглядит очень симпатично и мне кажется что такой свитерок идеально будет смотреться например с кожаными штанами с какими-то такими байкерскими ботинками с заклепками мне кажется очень прикольный образ мог бы получиться и в общем-то да опять-таки качество отличное здесь я не чувствую шерсть то есть здесь вот скорее всего какая-то синтетика но синтетика это очень приятно и вот у меня вообще не вызывает этот свитер никаких вопросов еще один свитерок который я вам покажу очень классного цвета это такой вот темно-зеленый хаки оттенок и что сейчас тоже очень модно это то что воротник вот так вот немножко отсоединен от самого изделия есть разные вариации как это выглядит у меня в следующем я вам покажу еще один свитерок который тоже очень классно смотрится вот этот свитер сидит больше именно по талии по фигуре нежели там он какой-то объемный большой оверсайз и так далее и мне очень нравится как он сидит здесь и с длиной рукава все хорошо и с тем вот как он просто облегает тело и то что я и говорила что еще один свитер хочу вам показать тоже который с воротом немножко таким отдельным у него немножко другой стиль то есть видите спереди у него вообще такой оторванный воротник и он по своему стилю вот именно такой вот более массивный более оверсайз он выглядит именно так вот очень объемно на теле его можно одеть просто прямо и тогда у вас вот этот воротник будет выглядеть как чокер а можно на бок его немножко стянуть и получится более такой асимметричный образ мне кстати вот такой вариант даже наверное больше нравится и тоже мне безумно нравится как выглядит украшение вот в этом вырезе я кстати заказала тоже с этого сайта как раз таки вот под вот этот свитер я заказала украшение оно состоит из трех слоев вот такой вот цепочки то есть цепочка золотая одна длинная и две остальные просто более короткие цепочки и вы можете просто разный уровень этих цепочек делать для того чтобы как бы это все красиво смотрелось под конкретно ваш какой-то вырез и последний свитер который вот наверное меньше всего мне понравился из всего этого заказа потому что он какой-то самый ну никакой скажем так неплохой в принципе да я не могу сказать что он какой-то ужасный но качество у него самое такое вот ну вот действительно ближе к типичному китайскому качеству и я сейчас говорю о вот таком вот белом свитере вообще на картинке на сайте он выглядел намного лучше то есть мне он выглядел таким вот милым женственным свитерком по типу вот того как вот этот вот на мне только при этом вот такая вот вязка как бы в дырочку и мне показалось что он будет очень таким вот симпатичным ближе к классике такой вот милый свитерок но в то же время он как-то пошит кривовато вот сзади особенно вот этот шов его когда одеваешь еще в принципе как-то вроде он выравнивается на тебе но просто если на него посмотреть видите вот этот шов сзади он кривой и в целом свитер я не могу сказать что прям знаете вот я его могу рекомендовать бегите срочно покупайте нет но вещами я с этого сайта не ограничилась тоже я взяла вот такой вот пинцет для того чтобы накладные ресницы клеить более удобно вообще абсолютно он мне не понравился потому что он кривой то есть его зажим не сходится даже в одном месте в одном месте на одной половинке сходится на второй не сходится поэтому ресницы клеит он отвратительно тоже никому не буду советовать и последнее что я заказала с этого сайта это был органайзер для косметики я вообще когда только его на сайте увидела мне сразу загорелись глаза я подумала что вот мне это надо мне это сто процентов надо и подумала что эта вещь поможет мне просто организовать свой стол я планировала туда разместить все свои фавориты скажем так то чем я пользуюсь на регулярной основе чем пользуюсь там постоянно для того чтобы делать себе макияж мне этот органайзер и нравится и не нравится одновременно нравится он мне тем что у него много вот этих вот слотов куда можно сложить они все разные высоты то есть можно принципе подобрать что-то там поменьше что-то побольше то есть ты как бы сам себе определяешь как тебе нравится располагать в нем вещи единственное что мне не понравилось это то что там абсолютно нет места для каких-то более крупных предметов косметики то есть если у вас какая-то даже небольшая палетка есть короче говоря что-то такое более объемное нежели там бутылочка тональной основы или карандаш для глаз то в этом органайзере просто нет места для этих предметов их можно конечно как-то поставить но они стоят очень нестабильно там и у меня уже много раз оттуда не вываливались падали и даже падали на пол слава богу все выживало при этом то есть ни одного члена семьи мы при этом не потеряли но в то же время как-то ну не очень скажем так и при том при всем что этот органайзер все-таки достаточно дорогой как я считаю могли бы все-таки предусмотреть у него какие-то отделения возможно сверху надо было сделать половину вот такими вот ячейками под всякие там помады карандаши и так далее а вторую половину сделать может быть даже плоскими такими отверстиями куда можно как бы ставить какие-то палетки и какие-то пудры вот что то такое ну вот собственно и весь мой заказ обязательно напишите что вам понравилось больше всего и что вам кажется больше всего идет мне а я на этом уже буду заканчивать видео но опять-таки напомню если вы хотите поучаствовать в конкурсе на вот эти вот три подарка то обязательно подписывайтесь на мой канал и это можно будет сделать вот здесь вот и также можно будет посмотреть два других видео которые youtube для вас приготовил мне кажется что они тоже должны вам понравится поэтому зацените их а я сейчас буду убирать все эти вещи которые здесь разбросала